Приветствую вас. Вы знаете, вот я бы сказал, что если отвечать на ваши вопросы, да, как объяснить его действующего им не хватает, то ответы здесь лежат в характере и контексте ваших отношений. Может быть, просто вы не узнали человека до конца, потому что сразу резко начали жить вместе. Может быть, есть какие-то проблемы, которые вы замалчиваете, о которых вы не говорите вообще. Такое вполне может быть, потому что вы пытаетесь объяснять его поведение, а поведение это объяснять не надо. Тут нужно смотреть на ваши отношения, да, и нужно работать над отношениями, над гармонизацией отношений, точнее. Вопрос в том, чего ему не хватает, Валерия, ну, я бы очень хотел задать вам вопрос, такой вопрос. Почему вы считаете, что мы можем это знать? То есть, все уголовлено на то, что психологи могут знать, почему третье лицо, не вы, так или иначе себя ведет. Ну, мы не предсказатели в этом смысле слова. Дальше, вот вы пишите, я не могу найти себе объяснение. Ну, объяснения здесь не нужны. Вы сами сказали, что между вами и молодым человеком нет доверия, нет понимания, на мой взгляд, уважения нет тоже. Если, как бы, если вот таких основополагающих моментов нет, вот, то, как бы, совершенно логично, что у вас будет трудно. И ваш вопрос, да, вот он про что, как бы, то есть, ваш вопрос, он про попытку сохранить отношения, может быть. Или ваш вопрос, он про что-то другое, вот, ну, может быть, я чего-то не понял. То есть, я, честно говоря, сказать здесь затрудняюсь, затрудняюсь, потому что, ну, вот, как бы, мне не совсем ясно. Ясно. А, вот, в какую сторону вы хотите здесь двигаться, да, и хотите вообще двигаться. Вот, честно говоря. Вот, то, что я мог бы вам сказать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Давайте по порядку, значит, у меня двадцать три года, у меня молодой человеку двадцать два года, пишите вы. Ну, я здесь не могу, в принципе, вас не спросить, имеет ли какое-то значение возраст. Для вас имеет ли какое-то значение возраст, для молодого человека имеет ли какое-то значение возраст. То есть, с чем связано то, что вы так вот на первое место ставите возраст? Твой возраст, молодой, очень хороший человек. С чем это, повторюсь, именно связано? Мне интересно вот это. Вот. Это важно. Дальше. Пойдем. Так, практически сразу начали жить вместе. Почему вы начали жить вместе практически сразу? То есть, ну, что этому способствовало? Насколько это было? Трансторонательное решение, насправда. Эмм. Жить вместе. Вот. Что вас объединяло, когда вы решили жить вместе? Ну, когда вы решили жить вместе? И объединял ли вас тот? Может быть, может быть, у вас, я не знаю, ожидания были какие-то, ну, относительно совместного проживания? С молодым человеком. И, соответственно, эти ожидания потом могли, ну, не сбыться про это. Например, этот вариант. Такой вот нельзя исключать. Как мне кажется. Вот. Дальше. Эмм. Пустя все это время. А, мы вместе по 2 года. Пустя все это время, мне ощущение, что мы как соседи друг к другу. У меня же не все в порядке. Ну, сейчас я говорю приятные слова. Мне говорят, что любят. Мы стараемся буквально проводить время вместе. Ну, а в этом что говорить? Ну, что он вам будет говорить, что любит, говорит приятные слова. А, что говорите ему вы? И говорите ли вы ему вообще что-то? Вот. То есть я вот этот момент как-то немножко упустил. Надо сказать. А, потому что, а что выйти к нему чувствовать? Чувствовать? Вот. Или, это только вот, ну, с его стороны. Как это работает у вас, в общем. Эм. Дальше. Эм. При этом из нами недоверие нет, понимание. На мой взгляд, ваше неуважение нет толще. Эм. Как это проявляется? Ну, вот. Вы говорите как-то из-за себя. Вы говорите из-за себя. Вы говорите, получается, что из-за него. Вот. Ну, я бы сказал, что он немного странный. Вот. Что. Вы говорите. Ну, за двоих. Получается, когда вы говорите. Вот. Эм. Я просто не думаю, что это, эм. Хорошая идея. Говорить за, эм. Двоих, о. Человек. Вот. У вас к нему не доверие. У вас нет, эе-ээ, ну, нет понимания его. Возможно. У вас нет уважения к нему. Возможно. То есть вот, если вы не чувствуете, что человек уважаете, а если вы не чувствуете, ну, на мой взгляд, нужно этот момент поисследовать. Посмотрите, с чем это связано, что вы не уважаете. Может быть, он что-то сделал, за что по вашему взгляду не нужно. И так далее. Хочу, чтобы вы поняли, что здесь очень тонкий момент, на который вам нужно обратиться внимание. Дальше. Так, мой вопрос о виртуальной измене. Виртуальной измене не существует. Вот. Средавайте, все-таки, несколько члены. Да. Вот. Не вмена. Не вмена. Вот. Это, как бы, результат, это, так сказать, технологии. Вот. Новых технологий. Но, все-таки, вмена есть вмена. Вот. То, что, что делает человек, мужчина, это не вмена. Вот. Это свидетельство того, что, да, есть какая-то недовлетворенность у него, безусловно, но это все-таки не вмена. Вот. Вот. Не хочу вас расстраивать, да, просто вот, ну, давайте, как бы называть вещи своими именами. Да, измена, это измена. А тут просто форма развлечения. Вот. Как бы, да, непонятно, что это не самая безобидная форма развлечения. Вот. Это правда. Но, тем не менее, это развлечения. Правда? А вас это может задеваться. Как бы не должно быть такого, на мой взгляд, что вы себе это подавляете. Да? Вот, то есть, ну не надо себе отправлять, а это правда всё же. То есть момент это, ну, такой, достаточно важный, отправлять себе это не нужно, если вам это не приятно, ну, значит, есть сложно, есть проблемы, вот, но, как бы называть этот измен, ну, на мой взгляд, несколько, несколько, ну, некорректно, что-ли, несколько, вот, поэтому я хочу просто вот, чтобы, ну, вы, ну, постарались назвать вещи в своем месте, именно. Дальше. Полгода назад видео переписка с девушкой, по-моему, знакомыми, это был постоянный секс, вот видео с его стороны. А как вы отреагировали? На, вот, что важно. Т.е. Ну, вот вы говорите, что он, значит, просил, просили, вы говорите. Вы говорите, что он просил просили, ну, в смысле, в смысле, молодой человек просил просили. Вы говорите? Да, вы говорите. Да, вы говорите. А что вы решили? Вы говорите, что он, когда, когда он, вот, просили просили, он, ну, то есть просил просили просили, да, а решил то, что он выражал. И, ну, выражал, ну, выражал, ну, то есть просили просили. Ну, потому как я сказал, что, без, без решений. Без каких-то выводов, да, без каких-то, к чему бы вы пришли, без этого, это всё как бы не особо имеет значение. То есть вы поймете правильно, что как бы измены они от этого не прекратятся, ну то есть вы знаете измены. Я просто простил, так а и что опять же дальше, как бы, ну вот вы простили, да, хорошо. А дальше, да, дальше что? То есть, знаете, вот в какой момент, за этим нет проблемы, ну, по крайней мере, как будто бы вы за этим проблем не видите. Вот. Но она как бы есть, вот, совершенно очевидно, что она есть. Проблемы не имею ввиду. Вот. Поэтому вопрос, на мой взгляд, такой, достаточно серьезный вопрос. Как, мне кажется, по крайней мере, да. Вот. Вопрос о том, что мы с этим делаем дальше. Так, эм, опять, э, так, у меня, наверное, повторюсь, это, но тайм, у нас ничего в ваших отношениях не меняется. Это, опять же, незнакомая девушка, которая у нас будет фотография, открывает свои фото, лица, я собрала ее выше, я ходила к родителям, он, что воню, приехал к родителям, прошу прощения, лица, обвиняла меня, что я лезвью его телефона, просила, с ним поехала домой, говорю, что любите туда. А мы, ну, мы лезли к моему телефон? Ну, или как? Я, вот, понятно, что я хотел, я хотел бы. Мы лезли к моему телефону. И, как вы сами, вот, не знаю, соберете объяснять, ну, примерно. Вот. Вот. Вот это, нормально для вас или нет, и так далее. То есть многое, что здесь, многое, вот, зависит от ваших ценностей. Вот. Как. Мне кажется, то, о чем вы говорите, это, ну, это не про решить проблему. Здесь. Это больше про, знаете, про что, про поиски, про поиски, наверное, это больше. Как мне кажется, как мне видят. И не то, чтобы это хорошо. Хорошо. Вот. Но. Решать, решать вам. Конечно. Вот. Ну, ну, ну. Вне такого сомнения, решать вам. Да? Вот. Ну, мне кажется. Что имело бы смысл здесь, опять же, спросить себя. Что я-то хочу. Вот. Сама. Да? Вот человек. Так. Позжец, вы говорите про ожидания. Что я про ожидания, говорю, что это было? Проверка смотрел ли я в Телепана. Свет, он написал вранье. Откуда вы знаете? Ну, так вы поймите правильно. Я не, там, на его стороне и так далее нет. Но просто открою вас. Вот. Такая уверенность, что это... Врени. Ну, просто, просто, вот, хотел бы понять. Да? Наверное, у вас есть. Ну, не знаю, какие-то основания. Думать, что это вранье. Вот. Дальше. Как обеспечить его действие с тем, что в ваших отношениях есть проблемы? И их между ними нужно, как бы, гармонизировать? Вот. Ну, в смысле, их можно гармонизировать. Ну, отношения, я имею в виду. Вот. Вопрос несколько о том, условно говоря, да? Хотите ли вы это делать? Вот что, вот что ва... Потому что, если вы хотите, с этим можно что-то делать. Вот. Вот и все, вот и все. Так. Я не могу себя, могу не принадлежим в равном мире, потому что ты из виртуальных вариантов? Нет. Как правило. Правила нету. Очень редко. Перерастали. Вот. Конечно, если вы никак не будете мнеть, что там в своих отношениях. если вы будете апеллировать такими, ну, такими, не знаю, понятиями, как вот, ээээ... прости, прости, простигла, там, прощения и прочее, то да, могут быть, эээ, трудности и проблемы. Вот. А ну если вы стендите на пути коррекции, ну на пути, на пути именно коррекции, да, если вы стендите на пути корректирование. Вот. То всё может быть очень хорошо и здорово между вами. Вот. Вот как-то так, наверное. Я бы вам ответил с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения своего опыта, который у меня есть. Вот. С точки зрения того, как обычно такие проблемы решаются. Вот. Как-то так. То есть я бы вот основное на что бы обратил внимание, да, это на то, что, собственно, вы стали безразличны, что я очень быстро у вас все правильно фурсит. Как вы говорите, что талант проводят не все время, но мне бы вот хотелось бы вот узнать, что вас связывает, да, что вас связывает, что у меня твое общего и так далее. Вот. Потому что есть у меня такое прозрение, что общего у вас не так уж, чтобы очень много. И если так это, то можно просто гармонизировать ваши отношения. Вот. Это и на поведенческом уровне, в принципе. Может происходить как на поведенческом уровне, точнее. Это может происходить. Вот. Так это может происходить на более глубоком уровне, то есть на уровне психоэмоциональной. То есть на уровне, когда вот речь идет именно о эмоциях, когда речь идет именно о чувствах, когда речь идет о таких, может быть, несколько глубинных историях. Вот. Но это все зависит уже исключительно от вас. То есть это зависит от вас, что вы хотите вы или нет, настроены вы или нет. Это было обидно, а больно то, что в принципе вполне понятно. Понятно, что я бы здесь предложил бы помочь вам прожить обиду, прожить боль, которая у вас есть. Ну, естественно, какая-то болезнь, значит, естественно, будет это в принципе нормально. Вот. А дальше вы можете уже решить, чего вам хочется, дальше вы можете решить, в каком направлении вам двигаться и так далее. Вот. 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 То есть, ну, мне кажется, вот, не кажется так. Вот. Ну, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что дал вам хоть немного, ну, хоть немножко, пишу для размышлений. Надеюсь, вам дал. Вот. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Да. Позволит вам начать работу над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи и не оставляйте эту ситуацию вот так вот. Просто надо обратно решить, что с ним делать. Удачи! Kind Wie ее мужчине! К Анд trampой была твоя!